Здравствуйте, дорогие коллеги, дорогие друзья. Торжественно вас приветствую. Меня зовут Волосатов Евгений, мне на данный момент 45 лет. И всю свою сознательную жизнь я пишу программы, обучаю этому других, считаю это своим призванием. Спасибо за такое представление компании Отус. Я бы хотел добавить, мне очень нравится в идеологии Отус, что они объединяют три категории людей. Это студенты, те, кто хотят чему-то научиться. Это преподаватели, которые, как правило, практикующие программисты, которые готовы что-то рассказать, поделиться опытом. И еще третья категория есть, это работодатели, конкретные фирмы, которые хотят принять на работу, на высокооплачиваемую работу в IT-компании, как раз-таки таких студентов, которые не сидят на месте, а повышают свою квалификацию и всячески развиваются. Я закончил магистр математики и информатики, в школьное время участвовал в олимпиадах по математике и информатике, был призером этих олимпиад и очень любил решать олимпиадные задачи, своего рода олимпиадник. И это как бы в некотором смысле определило мою судьбу. Я очень люблю программирование, считаю это своим призванием. Так получилось, что я очень много разных языков программирования, с учетом моего возраста. Начинал с Pascal, Delphi, CC++ и на данный момент C Sharp, PHP, MySQL, Microsoft SQL Server. Ну вот, в некотором смысле зоопарк. Но опыт достаточно интересный. И, кроме всего прочего, я являюсь президентом шахматного клуба и не устаю приводить фразу моего отца, который говорил, что каких-то особых значимых достижений можно добиться на стыке различных технологий. В моем случае я изучал программирование, в данном случае шахматы и преподавание детей с программистом и с изучением шахмат. Получается достаточно интересная вещь, которую я хотел бы сегодня вам показать. Сегодня я вам продемонстрирую процесс, жизненный цикл создания вот этой небольшой игрушки, с позволения сказать. Цель которой была... Так, сейчас я включу демонстрацию и все покажу. Так, начать демонстрацию экрана. Так, работает. Отлично. О чем сегодня поговорим? Процесс создания обучающей шахматной игры и, собственно, самая главная тема, как подружить бэк-энд и фронт-энд, разделив обязанности. Вот об этом мы всем поговорим и какой у нас план рассказа. Сначала я расскажу и покажу, что это за игрушка такая, и потом расскажу, как я ее создавал. На ее создание у меня ушло примерно один месяц свободное от работы время, и кое-что получилось. Там есть, там потребуются и некоторые вспомогательные материалы, и некоторый сюжет, и разделение обязанностей между сервером и клиентом, и примеры кода. То есть я вообще практик по натуре, да. Я не очень люблю разного рода абстракции, хотя в университете их было достаточно много самых разных. Мне вот нравятся какие-то простые работающие решения. И вот хотелось бы сейчас, собственно, и показать вот эту шахматную игру, которая называется CoordMade. От слова Coord Coordinate, а Made – это мат. В чем идея? В чем смысл этой игрушки? Вот так вот она примерно выглядит. И, как и в любой игре из прошлого века, да, есть несколько уровней, есть какая-то основная идея, и сюжет достаточно прямолинейный. Цель как… то есть эта игра не ради игры как таковой, а ради того, чтобы у ребенка сформировались навыки нахождения координат, нахождение решения сдачи мат в один ход и всего прочего. Я позволю себе немножко поиграть и рассказать, в чем речь, да, пару минут на этом потратим, и потом расскажу, как я ее создавал, какие были особенности и, собственно, в чем идея разделения обязанностей между бэк-эндом и фронт-эндом. Значит, здесь нарисовано 8 уровней, которые должна пешечка Алиса пройти, да, пешка, как вы знаете, бьет наискосок, и в конечном итоге, когда она найдет до сюда, получается, она в некотором смысле объявляет мат. Здесь указаны правила. Мало того, я даже написал целую сказку для детей, которые могут ее прочитать и узнать, что же это за пешка такая и почему она попала в эту систему, да, чтобы была вот такая вот некоторая идеология. После запуска игры показывается определенная демонстрация какой-то конкретной задачи на 8 секунд, и потом предлагается эту самую позицию расставить. В большинстве самых разных задач, какие бы то ни было, на изучение координат, просто тыкаются координаты в разные места. Я решил сделать, чтобы было осмысленно, чтобы это было закончено в сюжете, да, и поэтому мы тыкаем не просто координаты, а расставляем вполне конкретную задачу по позицию. Король f1, ферзь f6, пешка b4 промазал. Если промазал участник, показываются координаты вертикали и горизонтали, чтобы ученик мог удобнее их находить. Своего рода такая уже подсказка, раз возникла определенная ошибка. g3, h4, король h6, ферзь e3, пешка b5, пешка e5, пешка g4, пешка g6. После того, как фигуры расставлены, черные якобы делают ход, ход белых, и участник, опять же, игрок должен найти, как здесь поставить мат в один ход. Ну, вас спрашивать не буду, сразу покажу решение. У нас все-таки здесь не в шахматах идея. Нужно выбрать ферзя и щелкнуть вот на это поле, получился мат в один ход. После этого первый уровень заканчивается, и, собственно, переходим ко второму. Можно продолжать игру. Теперь, как реализовать эту игру? Что для этого необходимо? Вот тут я позволю вам задать вопрос, дорогие участники. Напишите, пожалуйста, как вы думаете, что нужно, чтобы реализовать такую игру? Сейчас, наверное, надо в отдельное окошко открыть, чтобы он здесь... Напишите, пожалуйста. То есть, какие составные части, проще говоря, необходимы? Так. Опыт 10 лет. Навыки программирования. Ну, безусловно, навыки программирования нужны, конечно же. Но имеется в виду, что какие составные части. Ну, буду сам отвечать. Значит, самое главное, что необходимо, собственно, материал. Какие это будут задачи? Какие будут позиции? Матрица доски – это, конечно, тоже, Алекс, вы верно говорите. И фигуры. Это тоже нужно. И тоже это было потрачено определенное время. Ну, вот конкретно есть замечательный сайт liches.org, у которого огромное количество задач, 4 миллиона задач. Конечно, все они не нужны. Не нужно строить какого-то веб-бота, который их будет скачивать. Этот замечательный сайт позволяет, собственно, все программы, все задачи сразу скачать. Вот получается вот такой вот файл liches.db.puzzle.csv, в котором все-все задачи присутствуют. Его можно свободно скачать и на каждой строчке. То есть одна из задач, которую мне нужно было решить – это найти вот такой файл. В каждой строчке записан номер ID, ее диаграммы, какие ходы и так далее. И после этого получилась вот такая табличка, в которой ни много ни мало находятся 394 тысячи задач. Здесь задачи только те, которые мат в один ход и с единственным решением. Просто продемонстрирую. То есть вот этот вот парсинг того scsv файла и вот номер задачи, фен-таблица, какие ходы необходимо сделать для того, чтобы решить задачи. Когда уже все эти задачи есть, уже можно их каким-то образом отображать. Но чтобы их отобразить, необходимы, как правильно заметил Алекс, картинки нужны, фигуры. Где взять фигуры? Фигуры можно взять, конечно же, на том же сайте liches.org, но прям таким непосредственным образом скачать их, к сожалению, не получалось. Поэтому для этой цели я создавал специальную программку на языке программирования C-Sharp, скринчез, которую назвал. Суть которой заключается в том, что она прям с экрана копирует, создает файл. У меня было другое разрешение, поэтому немножко тут не так. Вот средние четыре позиции на доске, вот такие вот картинки я расоставлял, и потом, нажав на кнопочку, создавалась целая куча картинок, вот они только что были созданы, где они уже все разобраны. То есть я как программист помогаю сам себе оптимизировать эти вещи. То есть нет необходимости обращаться к дизайнеру или еще что-нибудь. Все картинки красивые есть. Прямо так их здесь не сохранишь, но вот таким образом. Возможно, где-то можно было сразу скачать уже все готовые. Но мне они нужны были не просто, как сами по себе эти картинки, но вот по тематическим и с различными вариантами. Просто фигура на определенном фоне, отмеченная со всеми вот такими вариациями. В том числе и пустые поля, и если это король, то еще возможности там, когда им ушах или когда он повержен. Дальше необходимо было сделать звуки. Со звуками взят из сайта Chess.com и такие вот звуки, которые во время игры присутствуют. Тут я уже использовал AudioCity программу, и во время проигрывания звука на том или ином сайте я просто записывал сразу в этот файл. Некоторые файлы записывал своим голосом. Вот такую вот фразу, когда сделана ошибка. Ну и некоторые нашел на бесплатных вариантах. На начало нового уровня или окончание этого уровня. То есть вот составные части вот эти все, конечно же, необходимы. Если по этой части есть какие-то вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте. Так, что дальше? Что еще необходимо для полного счастья, чтобы с этим всем работать? А, ну вот тут уже дальше. Так, так, что еще нужно? Так, база данных задач есть. Картинки есть. Звуки есть. Сюжет. Теперь осталось придумать сюжет, который был, как я уже сказал, в виде вот этой вот сказки, когда пешка проходит, чтобы не просто расставлять фигуры и что-то делать, а чтобы была вполне конкретная какая-то идея. И теперь самое интересное. Как это все запрограммировать? То есть если мы бы просто начали вот так вот программировать, что называется, в лоб, то возникло бы достаточно много сложностей. То есть вот на клиента все бы вот это вот завязалось, да, то есть выдали массив задач, и вот этим всем надо его все распарсить, разобрать и все прочее. Вместо этого я поступил таким образом, ну, это, собственно, не я придумал, да, это стандартный подход, создание скриптового языка для конкретной вот этой вот задачи. То есть разделил задачу между сервером и клиентом следующим образом. На сервере формируется сюжет в виде последовательности инструкций. Ну, какие тут инструкции, да? Ну, вот показать вот эту вот, расставить вот такие вот фигуры, показать вот эту кучу вот этих пешек, когда отображается, да, отображить сколько, ну, то есть какие-то начальные данные, вот этот вот текст показать и так далее. Вот эти все инструкции здесь вполне конкретным образом, то есть на сервере формируется вот примерно следующим образом. очистить доску не насчитывать очки написать текст welcome to court made вот команда текста показать шоу и потом координаты п большая это белая пешка а1 большая белая пешка на поле а1 потом п черная на поле b2 на это вот это потом у нас там идет nc3 n это конь на поле c3 черный и так далее и вот эта вот вся строчку на клиенте на сервере отображается потом mark p1 mark это пометить пешку соответственно отобразить ее на другом фоне потом hint убрать под подсказки показать вот этот вот текст координаты a1 и вейт a1 вот тут элементы диалога ждать когда клиент догадается но когда вдруг на дождается догадается нажмет поле a1 и после этого произвести звуковой сигнал начать партию и вот это вот то что тут написано так раз таки пешки в центре пешки в расширенном центре пешки еще дальше пешки на всю доску и потом эти пешки убираются вот таким вот образом потом возможно добавление 12 очков ну и так далее еще раз повторю вот эти вот действия которые сейчас рассказал и который мы вот только что рассмотрели да нажимаем вот на показали welcome to coordinate расставили вот эти фигуры при нажатии этой координаты все вот так вот разошлись и от была отображена фигура по позиции где она была отображена да вот же показать вот эту позицию да пешка там фельс там так далее ready for level 1 показали и там уже следующий уже шаг по поставьте белые фигуры то есть вот это все что здесь написано генерирует генерирует сервер вот примерно такая вот функция white task to steps о массе по файлу и по файлу по массиву считанного из базы данных и вот эти вот все названия различных уровней формируется массив степс и потом вот это все с весь сформированный массив степс он вот таким образом потом выдается а на стороне клиента на java скрипте есть функция next которая собственно выполняет очередной следующий шаг да если это google то там спрятать правила засечь начало времени и перейти к следующему шагу если это команды текст которых тут вот немало да то отобразить соответствующий текст там здесь смотря где какой текст произошел да вот это же к следующим если команда бит то зависимости от того что именно надо какой звуковый звук какой звук воспроизвести вызывается соответствующие вот эти вот команды вот и если у вас есть желание вы можете открыть view page source и посмотреть тут вот конечно в каком смысле макароны и и стиле и java script и html но так проще вот и здесь вот эти все вещи есть том числе и звуковые вот эти все сигналы которые также загружены на сервер и такая небольшая небольшая простенькая анимация также присутствует почему решили на си писать нет это не на си это на php я писал ну почему потому что на для меня это самый удобный язык программирования для реализации конкретно этой задачи почему я решил вот эту программку для создания фотографии писать на си шарп ну опять же потому что я на си шарпе имею неплохой опыт и я быстро погуглил знаем как это все сделать то есть все дело просто в привычке удобстве надеюсь никита ответил на ваш вопрос если еще есть вопрос пожалуйста пишите с радостью прокомментирую такс ну и принципе по по поводу связи клиента и сервера практически все если по этой основной части есть еще вопросы скажите если нет я продолжу свое свой монолог дальше так то есть основная идея которую я хотел продемонстрировать это конечно же именно в этом заключается то есть чтобы решить чтобы разделить функциональность на между сервером и клиентом имеет смысл придумать простой несложный простой скриптовый язык для вашей конкретной системы который будет выполнен вы перечисляться все инструкции которые необходимо ну или все команды которые необходимо выполнить на стороне клиента и формировать этот язык вот этот вот программу своего рода да вот этот скриптовую программу сюжета на сервере а на клиенте и и исполнять конечно тут могут быть более сложные варианты с какими-нибудь условными операторами еще что-нибудь но в моем конкретном случае это программа достаточно такая прямолинейная сюжет без без развилок единственно что вот и из развлечений так сказать это если участник не туда нажимает то просто не пускаем вперед пока он не нажмет туда куда нам кстати еще когда он только один раз говорит потому что когда ребята начнут очень любят щелкать со всех сторон чтобы услышать как евгений витальевич еще раз скажет так что еще что еще по поводу подсчета очков это игра предназначена для детей примерно от 7 до 10 до 11 12 лет и конечно же они очень и очень любят друг с соревноваться кто сколько очков наберет и поскольку они вот так сильно соревнуются то нужно придумать какую-то систему очков чтобы она была во-первых честная а во-вторых чтобы ее можно было ну чтобы изо дня в день ее можно было повторять в чем проблема во-первых у меня была цель чтобы задачи в течение дня всегда были одни и те же одинаковые почему это важно потому что когда проще поставить рекорд что можно несколько раз прорешать но на самом-то деле мы с вами прекрасно знаем что если таким образом мы можем мотивировать ребенка не один раз решать задание а несколько раз подряд то конечно смысл цель достигнута дальше на различных экранах количество фигур постоянно разные я с этим изрядно помучался сколько же очков добавить за каждую фигуру эта проблема была актуальна до тех пор пока я пытался давать за нажатые фигуры целое количество очков потом я думаю что я парюсь можно дробное количество очков давай и вот я придумал такую систему как эти очки насчитывать 25 поделить на p где p количество фигур и в результате за один уровень можно набрать 125 очков 100 за расставление фигур и 25 за решение задачи мат в один ход и все стало на свои места вот тут эти дробные числа не пишутся да но опять же зависимости от того как быстро ответил вот если отвечал ребенок думал очень очень долго да то минимум 25 если он нажал быстро то 75 если не очень долго не быстро то соответственно плюс 50 а если по памяти расставляет то плюс 100 деленное на 14 ну и так далее почему я об этом говорю ну наверное потому что в любой если вы разрабатываете игры в любую имеет смысл вот эти вещи как все-таки подумать и не отправлять их на самотек потому что это все ну должно быть просто логично и лаконично скажем так так ну что еще я должен могу рассказать тут и опять же цель моя чтобы ребята лучше знали где какие координаты и вот я думаю что она была достигнута во всяком случае вот мальчик велеслав которому 7 лет уже не всем уже побольше сумел максимальное количество очков набрать да ну и вот наш тренер яков тоже максимальное количество очков причем достаточно быстро а те кто играет достаточно медленно но потихонечку потихонечку добиваются каких-то результатов и самое главное для меня зачем я все это делал чтобы это все было на экране да потому что во время занятия на шахматном клубе когда все кто в лес подрывал пытаться записывать на листочках результат это все сложно а тут они все в одну в одну схему совпадает то есть опять же ребята вот с чего я начинал на стыке различных технологий направлений можно самом деле хорошие результаты достичь моем случае это я программист я преподаватель ведущий шахматного клуба ну и я еще и увлекаюсь шахматами провожу различные шахматные турниры но и обучаю детей вот таким вот образом это все можно совместить как хранить очки хороший вариант здесь система работает примерно таким образом есть такая команда сейф вот при выполнении которой при выполнении которой вызывается тот же самый файл индекс php которым передается вот эти параметры и собственно информация завершается конечно очень легко все это взломать вручную отправить вот такой вот самый ну ребят поэтому до этого не догадались но опять же кому ради чего это надо смысл определенного никакого смысла нет конечно можно это все что-нибудь придумать усложнить но пока не было необходимости вот ну самый простой способ с этим бороться просто придумать аутентификацию авторизацию но опять же не хочется усложняться кстати тут есть авторизация знаете каким образом у каждого ребенка в нашем классе есть своя координата и вот если эту координату нажать то вот вы сразу появляется имя этого участника да чтобы координата можно было не вводить ну и конечно да это все в mysql сохраняется и там можно можно выводить вот эту вот статистику не только ну статистика да на каждый день максимальный результат ну и по дням также можно все просмотреть ну давайте попробуем все это резюмировать какие получаются технологии используются ну этот необычный способ авторизации рожден был не сами не на пустом месте а с того что в нашем шахматном клубе у нас есть электронные шахматные доски для которых я писал программу не для того чтобы записывать партию для этой цели программы есть а для того чтобы ученики могли идентифицировать себя за шахматной доской вот представьте садятся четыре доски садится 8 человек это сколько нужно времени и сил тренеру или судье чтобы вписать кто где с кем играет играть не по одной партии играет под 5-7 туров а сейчас очень просто ребята садятся за доску каждый свою фигуру ставит на свое поле и доска передает в программу это самое что вот он себя идентифицировать здесь белыми играет вася черными петя и все каждому тгн файлу приписывается кто с кем играть но и поскольку эти координаты уже есть кто где с кем играет но почему бы их было сюда не добавить и кроме того эти координаты они выбирают зависимости от их уровня до начинающие ребята пешки ставят продвинутые коней слонов ну ладий ферзей или даже королей как бы по уровням папа по разрядам можно сказать распределены так да статистика и выводы выводы систем схема работы да то есть игра была не ради игрушки сделана ради достижения вполне конкретных целей были применены интересные алгоритмы то есть тут и парсинг базы данных причем с этой базы данных еще не так все просто было вот тут есть количество способов поставить мат и на самом деле есть некоторые задачи которых мат можно поставить очень очень много различными способами в этой позиции мат можно мат в один ход можно поставить 14 различными способами да и это и в моей задачи получается это невозможно применить поскольку у меня используется достаточно прямолинейный вариант да вот эта позиция здесь белые черный ходит же 7 же 8 же 7 же 8 так 7 же 8 и здесь получается есть куча способов поставить мат можно вот так мат поставить можно вот так поставить можно даже вот так вот мат поставить потому что слон ставит шах получается это ладья может отскочить практически куда угодно и это все будет мат да вот получается что этих матов целая куча. Раз, два, три, четыре, сюда можно. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Ищу ферзьем. Четырнадцать. Вот получается четырнадцать способов поставить мат. Мне, к сожалению, такая сдачка не подходит, но мне пришлось тоже написать скрипт, который ищет сколько возможных матов, перебирает и оставляет только те, которые нужно. Ну и вот все триста, там сколько, тысячи записей это нужно было для этой цели перебрать. Так. Если есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, напишите. В принципе, я все рассказал, что хотел. Да, какие технологии используют. Сайт Liches, программа Audacity для записи звуков, программу, которую сам написал для копирования картинок, MySQL, собственно, для хранения всех результатов, PHP для создания, для работы, для формирования этого самого скриптового языка, JavaScript для клиентской части, где вот это все выполняется, ну, CSS, HTML, это уже само собой. Вот такая вот достаточно интересная схемка, жизненный процесс, который я вам рассказал. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите. Если вопросов нет, то спасибо за внимание. Для вас выступает Волосатов Евгений Витальевич. И пользуясь случаем, хочу пригласить вас на курс ОТУС «Алгоритмы и структуры данных», которые я веду, я там ведущий программист, вот как раз-таки в конце июля будет начало нового потока, и этот курс, конечно же, очень и очень интересный, очень много различных тем разбирает, разбираем алгоритмы сортировки, целых четыре вебинара, деревья поиска, хэштаблица, теорию графов, алгоритмы на строчках, динамическое программирование, олимпиадное, вероятностные алгоритмы и много других страшных слов, что называется, да? Вот так что рекомендую.